Всем доброго времени суток, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на канал Хоба Гивили в челлендж под названием Старший Брат. И да, ребятки, мы с вами начинаем прохождение челленджа под названием Старший Брат. Это первый челлендж на моём канале, который я, в принципе, когда-либо вёл в виду и буду вести. Да, ребят, я никогда на своём канале не вёл челленджи, и за такую наводку спасибо огромное летсплейщицы под названием... Ну, её зовут Ксения, её канал называется Ксения Летсплей. Вот, она мне подсказала данную идею, что я могу записывать летсплей на данный... на данный мотив, что ли, на данную тему. Вот так вот. И как у обычного челленджа, у этого челленджа есть свой ряд правил, которые я сейчас вам и зачитаю. Итак, челлендж Старший Брат. Задача состоит в том, чтобы создать семью, состоящую из одного старшего брата, подростка, и ребёнка, которого бы... любого пола, которого бы вы хотели. Что нужно сделать с родителями? Потому что, как вы знаете, при создании подростка и ребёнка, редактор персонажей требует создать родителя для них. Потому что подросток не может жить без родителей. Вот, в Sims 4. Ну и как в любом другом Sims. Мы создаём родителя. У нас тут есть вот этот наш замечательный Гарик Лаймонд. Кстати, да, у них фамилия Лаймонд. Вдохновился я тем, что у меня просто рядом со мной стоит бутылка лимонада, поэтому он не Лаймонд. Вот. Этот Гарик Лаймонд... Ну, у этого Гарика очень трагичная история, трагическая история, потому что данного персонажа нужно будет убить. Наверное, самая любимая часть людей в Sims'е убивать персонажей. Вот. Итак, где мои правила? Открывайтесь правила. Вот. Правила. Мы зачитываем правила. Подросток должен быть мужского пола, но ребёнок может... Но её там брат или сестра... Ой, телефон разряжается. Так, но его брат или сестра могут быть абсолютно любого пола. Но главное, чтобы они были ребёнком. То есть, были младше, чем главный персонаж. Вот. Начинать мы должны на участке размером 20 на 15. Вот такой у нас участок. Он небольшой. Но для строительства, для постройки домика он, в принципе, сгодится. Довольно-таки маленький и уютный домик получится. Дальше. Братья и сёстры не должны взаимодействовать ни с кем, кроме подростков и детей. Ни со взрослыми, ни с старшими. Пока старшая сестра... Ну, точнее, пока старший брат, потому что данный челлендж есть американский. Называется старшая сестра. Просто я его немножко адаптировал под русскую локализацию. И переделал под старшего брата. Вот. Пока старшая сестра не выйдет в молодой возраст. Наши симы не должны взаимодействовать с другими персонажами, кроме подростков и детей. Так. Старший брат может иметь работу. Но это не обязательно. Вот. Старшему брату нельзя ходить в школу, а маленькому ребенку можно. Вот. Когда вы начинаете на пустом месте, вы имеете право потратить 6 тысяч семиллионов на строительство и обустройство дома. Дом должен содержать следующие сведения. Он должен содержать 2 спальни, по одной для каждого персонажа, 1 кухню, 1 кабинет для хобби и домашнего задания, 1 ванную комнату. Если у вас остаются еще деньги, вы можете потратить только на жилую площадь. Вы можете потратить тысячу семиллионов на устройство и обустройство сада, в котором должны содержаться 2 клумбы. Вот. И оставшиеся семиллионы можно использовать, чтобы добавить каких-то растений для сада. Лот должен быть в городе Азис Спрингс. Это такой пустынный у нас город, Азис Спрингс. Мы в нем и начали. В этом Азис Спрингсе город, в принципе, мне даже очень нравится, хоть он и весь из песка. Так, сим, игрок, так, это не то. Вот. Нужно убить мать или отца, то есть нашего Гаррика мы должны сейчас замочить, прям прикончить в этой же серии, в первой серии. После прочтения правил мы этим и займемся. Чтобы в следующей серии уже начать полноценный челлендж. Мать или отец могут вернуться в качестве призраков и общаться со своими детьми. Тоже такое есть, маленькое исключение из правил. Вы можете путешествовать бесплатно, но избегать разговоров со взрослыми или старшими. Если подросток достиг молодого возраста... А, да, со взрослыми, пока подросток не достиг молодого или взрослого возраста. Подросток может строить отношения как любовники, так и врагами. Если вы решаете это сделать... А, если вы решаете это сделать, то знаете, подростки не могут иметь детей, пока подросток не станет молодым. Младшего брата может и не быть вообще, если, например, он или она умрет. Но в плане младшего, то есть младшего детеныша, может и не быть вообще, если с ним вдруг что-то случится. То есть, если, например, с этим персонажем что-то происходит, это не значит, что мы проиграли. Мы, то есть, мы профукали данный челлендж. Вот. И такие маленькие правила для каждого из персонажей. Старший брат должен быть парнем-подростком. Ну, мы, в принципе, соблюдаем данный момент. Он у нас парень, и он у нас подросток. Так, необходимо иметь большую и счастливую семью аспирации. Вот этого я не понял, что это значит, и гугл-переводчик вот так вот перевел. Я не знаю, что это значит, но разберемся с вами по ходу дела. И подросток может иметь любые черты характера. Маленький брат, ну, или сестрица, как в нашем случае, может быть абсолютно любого пола, и может иметь абсолютно любые черты характера и стремления. Наши родители. Вы можете создать только мать или отца, ну, или обоих, если пожелаете. Родители могут иметь любые стремления и черты характера. Ну, это понятно, потому что родители, ну, не так уж и важны, потому что мы их все равно убьем. Вот. Итак, ребятки, давайте, наверное, начнем с постройки нашего дома. Мы имеем право потратить только 6 тысяч семиллионов. То есть наш общий бюджет это 6 тысяч семиллионов. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И наш Мэтт. Они брат и сестра. Я, разумеется, всегда перед собой буду держать ряд правил, которые нужно соблюдать во время данного челленджа, чтобы ничего не нарушить. И, наверное, повычеркиваю некоторые моменты, которые я уже исполнил. Да, вот так вот буду говориться. Давайте, наверное, попробуем, чтобы наши семьи друг с другом повзаимодействовали, потому что всё-таки они брат и сестра. И я напомню, что... Прикольно, что они старшие, и так прикольно себя ведут. Вот. Узнай, как прошёл день. Вот. И напоминаю вам, что наши персонажи не имеют права общаться с другими персонажами старше них. То есть это с молодыми персонажами, с взрослыми и с пожилыми персонажами общаться они не могут. Вот. А только с подростками и с детьми. Поэтому всегда будем, когда будем знакомиться с персонажами, будем всегда узнавать, какого они, там, полного, ну, какого они возраста. Если они старше, то это хорошо. Ну, точнее, это плохо. Если они нашего возраста, то это хорошо, и нам с ними общаться можно. Наш на бедный папанька, Гарик, скучает, не может понять, почему тут нет выхода. Вот. Ну, выхода нет. Гарик, sorry. Так по правилам нужно. Вот. И так, ребят, наверное, была вступительная серия. Если вам нравятся идеи данного летсплея, то ставьте палец вверх. И рекомендуйте канал своим друзьям. Мне приятно, вам... вам не трудно. Вот и всё, ребят. Я вас всех очень сильно люблю. Следующая серия на семейку Лаймонт, на челлендж Старший Брат, будет уже на следующей неделе. Поэтому подписывайтесь на канал Хоба Гибели, если вы это ещё не подписались, если вы это ещё не сделали. И я вас всех очень сильно люблю. Ставьте пальчики вверх и комментируйте данные серии. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока, ребятки. Пока-пока.